831. Это количество людей в Краснодарском крае, которые получили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Напомним, что их выписывают мобильные группы, в которые входят стражи правопорядка, Росгвардейцы и представители казачества. Помимо рейдовых групп в городе работают автомобильные и пешие наряда патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Ежедневно в Краснодаре дежурит более 800 сотрудников правоохранительных органов. И это только в одну смену, а их две. Полиция города Краснодара благодарит всех граждан за понимание предпринимаемых мер. В каждом случае полицейские разбираются в индивидуальном порядке, оценивают приводимые гражданами доводы и факты, детально изучают обстоятельства, по которым человек покинул своё жилище и передвигался по территории города. В регионе приостановлена деятельность 59 предприятий и отменено 17 дел за нарушение карантина. Среди них и штраф мужчине, который 3 апреля направлялся на работу, чтобы получить там спецпропуск на время вынужденной самоизоляции. И в Крымском районе отменён протокол местному жителю. Неделю назад он вёз беременную жену в женскую консультацию без спецпропуска. В Приморско-Ахтарском районном суде прекращено производство в отношении индивидуального предпринимателя. Ему выписали штраф, несмотря на то, что предприятие находилось в перечне организаций, которые могут продолжать свою деятельность. Всего же на сегодняшний день в суды региона поступило больше 1300 дел об административных правонарушениях. Добавлю, что только общими усилиями мы сможем проконтролировать сложившуюся ситуацию. Потому берегите не только свое здоровье, но и кошелёк. Учение – свет, на что только не пойдёшь, чтобы поступить в Краснодарский вуз. Жительница Мостовского района по совету знакомых обратилась к земляку, который за вознаграждение согласился оказать ей помощь при поступлении в учебное заведение. Договорились об услуге и сошлись на сумме в 120 тысяч рублей. Потерпевшая перевела деньги на указанный счёт, после чего помощник перестал выходить на связь. Стражи правопорядка нашли злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, совершивший серию мошенничеств. В том числе приобрёл в магазине, принадлежащем знакомому, строительные материалы и инструменты на сумму более 200 тысяч рублей. Только вот деньги за товар не перевёл. И это ещё не всё. В результате подобных действий обвиняемый нанёс ущерб 16 потерпевшим на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. От любви до ненависти. Сожитель похитил у своей девушки деньги. Об этом потерпевшая сообщила в дежурную часть Краснодарской полиции. Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что заявительница проживала с молодым человеком и по возвращению домой с работы обнаружила пропажу сумму в размере 20 тысяч рублей, а также отсутствие сожителя. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность, фактическое место проживания предполагаемого злоумышленника и задержали его. В отделе полиции ранее не судимый 35-летний житель Новороссийска признался в содеянном и пояснил, что похищенное потратил на личные нужды. Сейчас ему избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тем временем расследуется и уголовное дело. Мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Вчерашнее утро не задалось у автолюбителей на перекрёстке улиц Кожевинная и Струнная. К 8 часам камеры неподалёку зафиксировали столкновение двух легковушек. ДТП произошло по вине автолюбителя, выезжавшего на главную дорогу. К счастью, удар был незначительным. Обошлось без пострадавших. Вот кому закон не писан. Сдали тормоза? Не увидел красный свет? Стоит только догадываться. Однако результат виден невооруженным глазом. На пересечении улиц Сормовская и Симферопольская в полдень иномарка врезалась в отечественное авто. Водитель Яндекс.Такси в это время выполнял заказ. Внутри была женщина-пассажир. Благо, всё обошлось лёгким испугом. Спустя пару часов автолюбители самостоятельно освободили проезжую часть дороги. Вроде бы и машин стало значительно меньше, да и пробок нет. Некогда оживлённый участок дороги отдыхает. Пока большинство автолюбителей на самоизоляции. Но поспешно радоваться не стоит. Всегда найдётся тот, кто выбросит из головы все правила дорожного движения и ринется в путь, подрезая другие авто. Так что будьте внимательнее. Скажете, что велосипедисту следовало смотреть по сторонам? Тоже верно, для своей же безопасности. Но вот водитель авто совершил грубое нарушение ПДД. Перед зеброй он обязан был остановиться и пропустить всех, как пешеходов, так и велосипедистов. Учитесь на чужих ошибках, друзья. Тогда и ездить по городу будет комфортнее и аварий будет меньше.